Чем ты более расслаблен, тем ты более креативен, тем лучше ты чувствуешь все шевеления души в своем расслабленном теле, и тем более гениальные решения, тем более изящные какие-то мысли могут посещать твою светлую голову. Я сейчас провожу время с другом, в прекрасной компании, обменялись подарками, и у меня родилась мысль, которой хочу с вами поделиться. Что, если на самом деле у нас есть только два положения? В первом положении мы всегда выигрываем, и любой исход нам благоприятен, когда и так хорошо, и так. А во втором положении мы всегда проигрываем, и всегда просасываем, и всегда недовольны, и всегда в неврозе. Когда и так плохо, и так. Так, помню один викинг как-то построил себе корабль с плоским дном. Его другие спрашивают, а почему ты построил такой корабль в плоскодонку? Он же море, может не переплыть. Он говорит, я хочу переплыть море, и по ируке дойти до какого-то города. Это было в игре Ведьмак. Либо я это сделаю, и тогда буду первым викингом, который смог подняться по реке. Либо мы погибнем, пытаясь, и тогда я стану героем, который покусился на то, на что никто раньше не покусался. Не покушался. И так хорошо, и так. Когда оба результата одинаково ценны и одинаково хороши. Другой вариант. Вы играете, например, не дай бог, на рулетке, и вы ставите на красное. В случае, если выпадет красное, вы выигрываете. В случае, если выпадает черное или зеро, вы проигрываете. И вы в любом случае проигрываете. Потому что пока шарик скачет по колесу портуны, вы пребываете в напряжении. У вас великая смесь надежды, страха, волнений, беспокойств. И даже если вы получаете выигрыш, вы все равно из этого выигрыша должны отнять все те моральные издержки, которые понесли, пока ждали, какой же будет итог. То есть, если у тебя есть представление о том, как должно быть, например, как я должен встретить Новый год. То вот стремление к этому должен, оно кастрирует ваше хочу и убивает ваше могу. В результате, даже если ты приходишь в этом неврозе к благоприятному для себя результату, он все равно не будет достаточно удовлетворительным, он не будет достаточно благоприятным. Поэтому, возможно, у нас глобально есть два положения. Первым ты всегда выигрываешь, потому что любой результат идет в зачет победы. Искренне. А во втором случае ты всегда проигрываешь, потому что всегда морально чувствуешь, что тебе не додали, что ты слишком поиздержался на пути к этому успеху. И всегда оказываешься недовольным. Потому что, как правило, после этого начинается следующий путь невротичный к следующему своему должен. И все начинается сначала. Если вы примете решение, что как бы я не встретил Новый год, мне по-любому будет хорошо, то есть я готов принять силу любого, то вам прямо сейчас станет хорошо. Чего я вам не желаю. С наступающим Новым годом!